Неудовлетворительная отметка за работу в 2015 году. Такую оценку получил Фонд содействия реформированию ЖКХ Нинецкого округа. С отчётом о деятельности на заседании администрации округа выступил заместитель генерального директора некоммерческой организации Павел Богданов. В программе капитального ремонта домов Нинецкого округа 451 строение. Каждое требует замены или ремонта чего-либо в зависимости от уровня износа и надёжности конструкции. В краткосрочный план ремонтов на 2014-2016 годы из этих домов вошли всего 20. Правда, после актуализации и повторных оценок 12 строений из плана исключили. Получается, что за два года отремонтировать необходимо 8 домов. В 2015 году отремонтировали всего 3. Три дома из них запланированы работой на 2016 год. Два дома отказались от капитального ремонта. В результате у нас осталось три дома, по которым собственники проголосовали за капитальный ремонт. И, соответственно, капитальный ремонт по ним был выполнен. Павел Богданов поясняет, еще три дома по решению собственников отремонтируют в этом году. А собственники двух домов и вовсе отказались от ремонта. Поэтому сумма затраченных средств на обновление жилых строений составила всего 11 миллионов 904 тысячи рублей. В то же время на содержание фонда содействия реформирования ЖКХНИНского округа в прошлом году ушло 35 миллионов. 11 миллионов вы потратили. Содержание обошлось 35. Что мы должны еще вас заслушивать? О чем мы должны говорить? Как вы премии себе платили, что ли? Или чего? В федеральную повестку попали. Мы не можем тратить каждый четвертый рубль на администрирование. Слишком дорогое удовольствие в конце концов. Слишком дорогое удовольствие. 35 миллионов на 11 наработали. В этом году в план ремонтов включены 8 домов с финансированием в размере 84 миллионов рублей. Проведена проверка фондом федеральным. Я имею в виду деятельности нашего окружного фонда. Сделаны целый ряд замечаний. По результатам внесены изменения. Вот тот краткосрочный план, о котором сейчас говорилось. И этот краткосрочный план согласован на федеральном уровне. Дальше остается только работать. Проведенная фондом работы в 2015 году от главы региона Игоря Кошина получила неудовлетворительную оценку. Свою оценку поставили и законодатели округа. Сегодня они тоже заслушали отчет фонда о работе за минувший год. Правда, встреча парламентариев с руководством некоммерческой организации прошла за закрытыми дверями. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Антон Водряков, Телеканал «Север». Продолжение следует...